После похода Чингисхана против Хорезма, обширные территории, входившие когда-то в состав государств Караханидов и Каракитаев, вошли в состав Улуса Чагатая. Но по сравнению с Золотой Ордой, Улус Чагатая не смог стать стабильным государственным образованием, а в начале 14 века он и вовсе распался на две части – Маверанахар и Могулистан. При этом потомки Чагатая не оставили заметного следа в истории и запомнились постоянными междоусобицами, а в 16-17 веках они растворились среди местных элит, и даже сейчас вряд ли найдутся потомки Чагатаидов. В отличие от них, правители Джучиды смогли эффективно управлять своим Улусом и превратить его в могущественное процветающее государство. А после распада Золотой Орды многочисленные потомки Джучи возглавили различные ханства и смогли стать в глазах населения легитимными ханами. Чем был обусловлен этот процесс и почему Чагатаиды не смогли создать более-менее эффективное государство на тех землях, которые были им завещаны Чингисханом? Одной из главных причин этого исторического провала стали постоянные войны между Чагатаидами за власть и разделение правящей элиты на сторонников оседлой культуры и кочевого образа жизни. Первые облюбовали Мавиранахар, а другие создали государство Могулистан. Обе стороны ненавидели друг друга и вели жестокие войны. Апофеозом этого противоборства стали разорительные походы Тимура в Могулистан. Бесконечная череда междоусобных войн в Улусе Чагатая началась после его смерти в 1241 году. Различных претендентов на трон Чагатайского Улуса поддерживали правители Золотой Орды, Хулагуиды и другие представители рода Чингисхана. Все противоборствующие стороны вели жестокую войну друг против друга, разоряли города и грабили местное население. Кроме того, чагатайский Улус стремился подчинить своей власти знаменитый Кайду, внук Угадея. Он захватил обширные территории в Западной Монголии, Синьцзяне и Всемиречи. И это тоже негативно отразилось на стабильности владений чагатаидов. Эти войны всех против всех привели к упадку оседлой культуры в Южном Казахстане и Кыргызстане, от Тараза до Иртыша, после чего города в этих регионах окончательно пришли в упадок и больше не возрождались. Следует отметить о наличии ошибочного мнения о том, что города Семиречи были разрушены в ходе похода Чингисхана во время его харизмейской кампании. Но это не так. В реальности практически все города в тот момент добровольно перешли на сторону Чингисхана, так как местное мусульманское население выступало против власти найманского Кучлукхана, который свергнул династию Каракитаев и начал притеснять мусульманское население. А в лице Чингисхана последователи ислама видели освободителя против его тирании. Кучлук, до того как оказался во владениях Каракитаев, придерживался христианства нестарианского толка. Но после того, как женился на дочери каракитайского Гурхана, принял буддизм. После этого он сделался врагом ислама и стал проводить репрессии против мусульман. Поэтому, когда по приказу Чингисхана его полководец Джебен Айон выступил в поход против Кучлука, города на территории современного Синьзяня и Семеречья одним за другим открывали ворота перед монгольскими войсками. А еще раньше до этой кампании, карлукские правители Алмалыка и Койлыка, по примеру Уйгурского и Декута, добровольно перешли на сторону Потрясателя Вселенной и даже участвовали в его походе против Хорезма. Таким образом, в отличие от Сырдаринского региона, чьи города подверглись разгрому, Семеречья мало пострадала от походов Чингисхана. По крайней мере, отсутствуют источники, в которых говорилось о разрушении городов в этом регионе. Например, город Баласагун за несколько лет до похода Джебен Айона был разрушен Каракитаями, а населенные пункты на территории между Сайрамом и Таразом, включая ряд ферганских владений, были по приказу Хорезмшаха Мухаммеда разрушены накануне войны с Чингисханом, а местное население переселено за Сырдарью. Правитель Хорезма осуществил эту акцию, чтобы создать буферную зону между его владениями и найманским Кучлукханом, чтобы противник в лице монголов не мог воспользоваться местными ресурсами. В итоге, когда кто-то говорит, что Тараз разрушили монголы, это неправда. Тараз разрушил Хорезмшах Мухаммед, чтобы он не достался ни Кучлуку, ни Чингисхану. Этому есть свидетельства в источниках той эпохи. Если Сырдарьинские города, такие как Сыгнак и Отрар, разрушенные после похода Джучи, стали быстро восстанавливаться, то в Семеречи, наоборот, шел процесс деурбанизации. Города в долине рек Ильи, Чу, Талаз стали приходить в упадок. Оседлое население частью вытеснялось, частью переходило к скотоводству, а городские центры подвергались регулярному разорению. Так, по данным археологов, в конце 12 века в Талазской долине существовало около 200 городов и крупных поселений, а в 14-15 веках их осталось около 20. Причиной этого упадка, как мы отметили, были постоянные войны, начавшиеся еще с конца 12 века. Это и стало тем фактором, благодаря которому Улус Чагатая не стал стабильным, централизованным государством, как, например, Золотая Орда или Хулагуитский Иран. При этом, в отличие от Мавера Нахра, где местные чагатаиды покровительствовали оседлой культуре, в восточной части Улуса возобладали сторонники кочевой культуры, которые не заботились о процветании городов. В подтверждение этому можно привести слова Вильгельма Рубрука, когда он проезжал через территорию Семеречья, ставку хана Мунке. Рубрук отметил в своем отчете, что раньше в этом крае было много городов и селений, но монголы их снесли, чтобы расчистить себе место для пастбищ. Характер этого сообщения и говорит о том, что могольские племена нуждались в обширных пастбищах, а города были помехой для этого. Точно так же Чингисхану предлагали вырезать все население Китая, чтобы превратить страну в одно большое место для выпаса скота. Но его советники, такие как Кидань Елю Чуцай, выступили против этого, предложив наоборот сохранить оседлое хозяйство, чтобы собирать налоги с китайских крестьян. Более того, правители Улуса Чагатая мало интересовались внутренними делами своих владений и отдали под управление многие городские центры местной мусульманской элите, среди которых особенно выделялась династия харизмийского купца Махмуда Ялавача. В итоге, в начале 14 века ханы Чагатаиды вообще переселились на территорию Маверанахра, потеряв связь с восточной частью своего Улуса, которая превратилась в провинциальную окраину, где в середине 14 века утвердились эмиры во главе с дулатами. Чагатаиды были при них лишь номинальными ханами. Одним из таких могущественных эмиров был Камараддин, непримиримый враг Тимура. Могулистан был рыхлым, раздираемым внутренними противоречиями государством. Запомнилось оно небольшими достижениями. Во-первых, на его западных пределах Джанибек и Кирей смогли воссоздать свой Улус и затем объединить под властью казахского ханства весь восточный Дештыкипчак. И во-вторых, родом из Могулистана был Мухаммед Хайдар Дулати, составивший свою знаменитую историческую хронику. Как отмечают многие историки, то, что чагатаиды не заняли в исторической памяти казахского народа такое же место, как и джучиды, является определенной закономерностью. Даже у казахов старшего жуза, часть из которых входили в состав Улуса Чагатая, имена чагатайских ханов давно забыты. Их происхождение связывается в основном с легендарным сподвижником Чингисхана Майкбием, а дальнейшая судьба с потомками джучи. Помимо казахов старшего жуза, историками отмечено, что у кыргызов, предки которых тоже входили в состав Улуса Чагатая, исторические предания также полны рассказами об Улусе джучи. Пару слов следует сказать о Маверанахре. До прихода к власти Тимура многие города, в том числе Бухара и Самарканд, частично лежали в развалинах. Именно железному хромцу принадлежит заслуга возрождения этого региона, благодаря чему города начали отстраиваться и развиваться. А чагатаиды играли при нем роль марионеток. Многие их имена не сохранились в истории. В итоге, роль улусов джучи и чагатая в истории тюркских народов абсолютно несопоставимы. Например, центральное место в народной памяти казахов занимает Улук Улус или Улус Джучи. Именно с ним казахи всех трех жузов связывают свое происхождение. При этом, имя Чагатая сохранилось только в названии языка, который использовался всеми народами Центральной Азии и заложивший основу литературного узбекского языка. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok